Депутаты Государственной Думы Депутаты Государственной Думы Депутаты Государственной Думы населения. Умерло почти 2,5 миллиона граждан. Естественно, убыль более 1 миллиона. Это фактически худший показатель с Великой Отечественной войны и худший показатель за все так называемые реформы. Как вам кажется, в парламенте, ну помимо нас, коммунистов, есть вообще у депутатов понимание трагизма ситуации? На внешнем контуре действительно очень тревожно, не говоря уже про то, что внутренние проблемы продолжают набухать. Власть не способна их купировать. А то, что касается полномочных представителей этой власти, партии власти, как иногда мы говорим в Государственной Думе, те, кто представлен прежде всего партией Единая Россия, хотя и не только, но и некоторыми другими своими политическими филиалами. Вот вы знаете, мне иногда кажется, что эти люди, эти самые люди с партийными билетами членов Единой России, так долго занимались пропагандой, чтобы убедить всех, что все у нас хорошо в стране, что сами некоторые поверили в это. И видно, что некоторые придуриваются, издеваются, а некоторые искренне пытаются убедить всех, что Россия семимильными шагами, поднявшись с колен, движется куда-то вперед, и что мы якобы превзошли уже давно показатели советского времени, и говорят еще какие-то совершенно бредовые вещи. Вот это самое опасное, потому что самая главная угроза состоит в неоценке, неосознании угроз, которые перед страной есть. И то, что мы слышим от представителей Единой России, свидетельствует о либо полном непонимании того, что происходит, либо о готовности валять дурака, надеясь всех обмануть, но только, ну ты можешь, наверное, обмануть кого-то, там соседа, там еще что-то, но когда речь идет о больших процессах, связанных с жизнью твоей страны, твоего государства, твоей родины, ты не можешь обмануть экономику, ты не можешь обмануть закономерности социальной жизни, ты не можешь обмануть те противоречия, которые благодаря возврату в капитализм накоплены в нашей стране, эти противоречия обостряются. Поэтому ситуация крайне тревожна. Я считаю, что ни по своим программным установкам, ни по своему кадровому потенциалу, ни по тем оценкам текущих событий, которые даются, а партия власти и Единая Россия, в частности, не способна решить задачи, стоящие перед нашей страной. Николай Васильевич, Геннадий Андреевич Зюганов в конце прошлой сессии Госдумы назвал ее абсолютно непродуктивной и действительно, вот перебираем так в уме, ну нет, не то что каких-то прорывных законов, но нет в принципе законов, которые улучшали бы как-то жизнь граждан. Если в Яндексе набираешь, депутаты предложили, выскакивает слово ужесточить. Вот собственно все. И тут рядом пример Казахстана, где, когда произошли эти события, депутаты парламента как будто испарились. Не кажется ли вам, что вот подобного рода политика, во-первых, приведет, не дай бог, к тому же, а во-вторых, вес парламента как-то все падает, падает и падает? Знаете, по поводу падения веса парламента, ответ был дан, уже упомянутого вам Геннадия Андреевича. В одной из его брошюр я нашел хороший анализ этой ситуации, которая была издана накануне последних президентских выборов, где он говорит о том, что у нас в последнее время установилась военно-политическая и экономическая диктатура глобального капитализма, который реализует интересы транснациональных монополий. Конец цитаты. Ну а теперь давайте рассуждать. Если у нас установилась диктатура... Ну а другой вопрос, скрытая она или открытая, можем по этому поводу посмотреть. Но диктатура установилась. Разве при диктатуре демократические институты могут иметь реальную власть никогда в жизни? То есть это всегда будет ширма, за которой эта диктатура будет прятаться, и через которую, соответственно, будет использоваться возможность купить доверие избирателей. Власть максимально удаляется от народа. Она становится чужда народу. То есть носители власти становятся немцами не в этническом, а в культурно-политическом смысле этого слова. Потому что ни они не понимают народ, ни народ их не понимает, они его и не слышат. То есть они становятся немыми. Власть максимально удалилась, она максимально обособилась. И, соответственно, получается так, что в данном случае эта диктатура, она в сущности и реализуется через эту власть, полное отчуждение. И, соответственно, что здесь остается? Последний момент. Народу надо искать ту политическую опору, которая поможет им реализовать свои жизненно важные интересы. Я ее вижу в партии КПРФ. Спасибо. Давайте познакомимся с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. Кто принимает законы для России? Президент, так полагает, 1% правительства. 1% Государственная дума. 1% олигархический капитал. 97% Сергей Станиславович, во-первых, как бы вы могли прокомментировать вот эти результаты? Во-вторых, сейчас все задают, во всех программах, наша программа в этом смысле не исключение, какие уроки должна извлечь Россия из казахских событий? Вот если увязать, что законы действительно у нас диктует олигархический капитал, собственно, и в Казахстане он диктовал эти законы, то какие выводы мы можем сделать из результатов этого голосования? Вывод простой, об этом сейчас даже говорит и казахская власть. Вопрос, о чем они думали раньше, они только сейчас вдруг об этом догадались, что нужно делиться. Нужно делиться. Вот президент Такаев заявил, что да, вот эти олигархические, так называемые, структуры, которые набрали вес при Назарбаеве, он так завуалированно об этом сказал, должны делиться. Но это как раз то, о чем мы, представители левых сил и КПРФ, и левый фронт, и все говорим уже годами и десятилетиями. Что вот этот рост социальной несправедливости и разрыв, колоссальный разрыв между основной частью населения и сверхбогатой вот этой верхушкой, так называемой псевдоэлитой, это никогда ни к чему хорошему не приводит. История учит, что рано или поздно, особенно если закручены гайки, особенно если вот этому пару народного недовольства некуда вырваться, особенно если не работают даже буржуазные демократические институты, как выборы, суды, нет полноценной свободы слова, а сегодня этого нет. Сегодня этого нет, и с каждым днем все хуже. То происходит социальный взрыв, рано или поздно. То, что мы увидели в Казахстане. Звонок серьезный, тревожный звонок. Правда, как совершенно справедливо Дмитрий Георгиевич, многие наши представители власти уже начали верить в собственную пропаганду. Тут, как всегда, развилка. Можно сделать правильные выводы, а можно сделать неправильные выводы. То есть наша власть, если говорить с точки зрения интересов народа, из этой ситуации в Казахстане должна сделать единственный вывод, что как раз-таки надо делиться, надо проводить социальные реформы, осуществлять полноценно, не на словах, а на деле, левый поворот. То есть реализовывать, по сути дела, программу левопатриотических сил и КПРФ, с которой мы шли полгода назад на выборы в Государственный Дум. Это будет правильный ответ. Неправильный ответ сделать вывод о том, что в Казахстане, видимо, не докручены были какие-то гайки, чего-то, так сказать, еще не запретили, не ограничили. И, значит, тогда нас ждет новый виток полицейщины, репрессий, запретов, сведения счетов с неугодной. Вот эта развилка, которая сегодня после казахских событий стоит перед президентом Путиным, правительством Мишустина, перед всей вертикалью власти. Сергей Георгиевич, надо отдать должное нашему телевидению и официальным каналам. Они хорошо и много критикуют ситуацию на Украине. Сейчас они тоже достаточно хорошо и много, прям некоторые эксперты очень откровенно, критикуют ситуацию в Казахстане. Колоссальное социальное расслоение, там, жадность олигархических кланов. Ну, прям, слушаешь, вот изобличают просто. Ну, а разве у нас в России не то же самое? Вот, например, минимальный размер оплаты труда с 1 января 13 890 рублей, меньше 200 долларов. Что в Москве и в провинции можно эти деньги сделать, непонятно. Тем не менее, состояние российских миллиардеров выросло на 207 миллиардов долларов. И все инициативы, направленные на смягчение ситуации от КПРФ, они все блокируются. Вот, как вы считаете, ну, как, что называется, образумить партию власти? Как призвать ее к реальности? Вы знаете, я в этом отношении пессимист. Думаю, что призывать их бесполезно. Хотя, по сути, значит, мы исторические оптимисты. Но вот в этом случае, да. Я думаю, что на какие-то маломальские подвижки они способны. Но что касается каких-то принципиальных изменений, А принципиальные изменения мы немножко забыли, значит, вот по этим казахским событиям. У нас ведь выборы полгода назад были, даже меньше. Вот на эти вещи они не способны. Потому что они прекрасно понимают, что если они не будут мухлевать, то они не будут у власти. Вот на это они не способны. А сказать, что люди, которые, значит, вот столько лет или даже десятилетий загоняли российский народ вот в такую ситуацию, цифры вы сейчас подтвердили, можно мы с другой стороны посмотреть. Я уже сегодня тут нашим коллегам говорил, эти же 20 миллионов людей, даже вот при вот этих вот цифрах, они же остаются за чертой бедности. А если еще прибавить тех, которые там на 1 рубль выше, они официально не попадают вот в это число по, значит, бедным. Или там на 500 рублей. Это что же бедный? То смело можно на 2 умножать. Вот доведенный до такого состояния людей, они ведь довели все эти годы и десятилетия. И сегодня мы к ним обращаемся и говорим, образумьтесь и изменитесь. В сельском хозяйстве есть такая пословица. Сорвавший сев в жатве участвовать не должен. Поэтому я уверен в том, что никаких маломалетских, серьезных изменений с точки зрения улучшения жизни, людей, основной массы народа, нынешняя власть, нынешняя правящая сила, Единая Россия не способны. И упрощать даже вот эту ситуацию, когда они говорят о Казахстане. Вот смотрите, новое правительство или президент дал поручение новому правительству казахскому отменить вот то увеличение в два раза цены на газ. Но не в цене на газ дело. Если даже она останется той же, то ситуация-то не изменилась. Люди-то вышли не потому, что цена на газ, потому что это уже последняя капля. А если вы эту каплю последней уберете, все равно сосуд-то будет наполненный. Вы же ничего практически не делаете. Поэтому я думаю, что какие-то послабления со страху могут быть, но это ни с как, ни принципиально не меняет ситуацию в Российской Федерации. Если сегодняшняя правящая партия и правительство ставит задачу на 2 миллиона уменьшить количество людей, находящихся за чертой бедности, будет не 20, а будет 18. Что от этого ситуация принципиально меняется? Да нет, конечно. Дмитрий Георгиевич, мы видим, что Владимир Владимирович Путин гораздо охотнее рассуждает о проблемах мировых, о какой-то геополитической повестке. Я его понимаю, действительно, наверное, гораздо интереснее, чем нищета, пенсии, смертности и все прочее. Но не кажется ли вам, что это абсолютно взаимосвязанные темы? И при такой нищете, вот нищета, опять же, там, замордованность населения, отсутствие перспектив, это благодатная среда и для фундаменталистов, для террористов, для разного рода спецслужб. Мы это видели в Казахстане, когда протесты, которые начались как абсолютно справедливые, довольно быстро были перехвачены самыми деструктивными силами. Вот неужели непонятно, что и у нас может произойти примерно то же самое? Если население будет жить в таких нечеловеческих условиях, в этой среде может развиться любая враждебная государству деятельность? Хороший вопрос. Степень осознания проблем может быть более глубокой или менее глубокой. Но если ты не готов пересмотреть основы, на которых строится сегодняшнее российское государство, то ты будешь лечить следствие, а не причину. Например, ведь мы многие годы в Государственной Думе, фракция наша убеждала в необходимости обеспечить стратегическое планирование в нашей стране. И даже закон появился о стратегическом планировании в конечном счете под нашим нажимом и нашими усилиями. Да, даже он был принят. Он был принят. Но только мы уже не раз, а на выборах в том числе, доказывали, на пальцах показывали, что закон этот не работает. А почему? Потому что за исполнение закона в данном случае ответственное правительство. Нет даже подзаконных актов необходимых для того, чтобы это стратегическое планирование стало функционировать. Если у тебя олигархическая система, ты можешь сколько угодно говорить про олигархическую систему на Украине или теперь про Казахстан. Ты можешь максимально честно оценивать ситуацию и в одной постсоветской республике, и в другой постсоветской республике. Но если ты при этом будешь себя обманывать, что у нас тоже была олигархическая система, но в 90-е годы, а теперь все изменилось, а теперь олигархи удалены от власти и так далее. Но власть-то, тем не менее, проводит политику в интересах крупного капитала. И доказательств тому полно. Берем пенсионную реформу, берем нежелание заниматься государственным планированием. Почему здесь есть интересы олигархов, олигархи в отсутствии государственного планирования? Да потому что чем больше будет государство этим заниматься, тем больше и их хозяйства, которыми они владеют, будут встраиваться уже в систему государственных интересов, а не их частных личных интересов. Поэтому олигархи, конечно, они торпедируют и саботируют все вопросы государственного планирования. Вроде как на днях, проводя крупные совещания, Путин сказал, что вы даете мне недостоверную информацию, меня это не устраивает, я хочу получать информацию иную, поэтому на базе МГУ мы создаем специальный центр, который чуть ли не вопросами планирования будет заниматься. Посмотрим. То есть с точки зрения самосохранения существующей политической системы, она должна трансформироваться. И никакой иной эффективной трансформации, кроме как в сторону социализации, в сторону проведения в жизнь левой программы, левой повестки нет. Но, повторяю, даст ли олигархическая система реализоваться подобным планом, даже если они будут осознаны на уровне отдельных государственных деятелей, это большой вопрос. А вот, Дмитрий Кириллович, а почему надо создавать какие-то непонятные структуры, чего-то там изобретать велосипед? Почему президенту просто не послушать левую оппозицию, но хотя бы не взять ее предложение? А вот смотрите, ведь как выглядели наши дискуссии по поводу планирования. Мы говорим, нужно планирование? Они говорят, нет, это возвращение в советские времена. Ну, во-первых, если это хорошее возвращение в советские времена, они нас обвиняют, коммунисты, в идеологизированности, а сами оказываются догматиками жуткими. Нельзя заниматься планированием, потому что это возвращение в советские времена. Хорошо, вы же фактически такое патерналистское какое-то государство теперь же строите, господа из Единой России. Вы же эти тенденции поддерживаете. Вы же говорите, что власть, она так хороша, что она обо всех позаботится. Значит, вы же вроде как госкорпорации по нас создавали, с которыми еще тоже отдельный вопрос, насколько они гос, эти корпорации. Но тогда чего, боитесь, в любой капиталистической корпорации существует жесточайшее планирование. Причем здесь коммунистическая догматика. Ну тогда, тем более, это же аргумент в пользу госпланирования. Нет, понимаете, вот эта зашоренность, мы говорим, они же сами сейчас на разных политических ток-шоу, наши коллеги из Госдумы, представляющие Единую Россию, приходят и клеймят либералов. Иногда не меньше, чем мы. Но сами при этом проводят абсолютно либеральную политику. Поэтому, возвращаясь к сути, никто не отменял классовые интересы. Чтобы они не говорили бла-бла-бла на кинокамеры, на телекамеры, на видеокамеры, они остаются проводниками классовых интересов крупного капитала. А практика показала, середину прошлого века показала, что только последовательный, что всякая последовательно-патриотическая позиция и всякая последовательная позиция, связанная с защитой социальных интересов трудящихся, приводит на коммунистические позиции. Другого нет. Фидель Кастро побеждал не как коммунист. Но когда он понял, что его программу нужно как-то реализовать, накупе победившим силам во главе с ним, он стал этим самым коммунистом, и его движение было объединено с компартией. То есть, вот, и так же, как последовательным демократом нельзя стать, не отстаивая ценности социализма и коммунизма. И, собственно говоря, не мы с вами первые об этом сказали. Еще Сталин на 19-м съезде это сказал. Что больше некому с середины 20-го века, кроме коммунистам и их союзникам, некому поднять знамя ни демократических свобод, ни социальных интересов трудящихся, ни национальной независимости. Все сходится в одну точку. Николай Васильевич, но вот до недавнего времени многие эксперты восхищались Назарбаевым, ну, по разным причинам, там, это же витрина азиатского либерализма, но еще его называли гением политического транзита. Посмотрите, как он все чисто сделал, как замечательно, и при этом он контролирует ситуацию. И вот его теперь президент Такаев, абсолютно ему подконтрольный. И теперь вот видим отрезанные головы, сожженные скорой помощи. Ну, вообще ужас просто, вот то, что мы видели на улицах казахских городов. Не кажется ли вам, что и нашим властям есть над чем задуматься? Они вот так выстраивают вот этот политический транзит, вносят поправку в Конституцию. И мне кажется, сейчас наверняка депутатам будут предлагать какие-то неожиданные новые предложения, чтобы все-таки обеспечить этот транзит. Да, только тут надо, Дмитрий, говорить не о транзите власти, а о ее транзитивности. То есть о переходе от умеренного либерализма, играющего в национальный патриотизм, такой российский патриотизм, к оголтелому, ультралиберальному направлению, абсолютно прозападному, который раздает все национально-культурные ценности всех народов нашей страны. Понятное дело, начнут с титульной нации, а потом передают всех остальных. То есть в этом плане я хочу обратить внимание наших уважаемых телезрителей, что смотрите, в ближайшем окружении Путина мы уже не найдем никого, кто бы так или иначе хотя бы публично пытался хоть один раз представить себя в роли выразителя национально-исторических интересов или как-то о них намекнуть. Вот вы правильно упомянули опять же о Конституции. Потому что смотрите, что получается. В Конституции это принималось. И Путин, заметьте, об этом в том году не раз говорил и даже на последней пресс-конференции перед Новым годом указал, что у нас, начиная с Горбачева, мы находились под жестким диктатом Запада. Следовательно, Конституция принималась под жестким, 1993 года, под жестким диктатом Запада. Да неужели? Возникает вопрос, отдал тебе и карты в руки, поменяй ее. Внеси хоть один абзац, хоть одну статью, которая бы отражала наши национальные террические особенности. То есть изюминку российскую, в чем она состоит, покажите ее. Мы с вами видим, что в этом плане ничего сделало не было. То есть она как была абсолютно прозападная, где нет ни одной статьи, отражающей нашу национально-историческую специфику. Неважно, советская она или будет, досоветская, но нет ее. И соответственно, что получается? Я как политолог могу сказать, что поскольку в рамках политической системы институциональная и нормативная подсистема, они между собой тесно связаны, неразрывно. Следовательно, какой мы вывод из этого делаем, Дмитрий? Если наша институциональная подсистема и власть, которая писала эта конституция, создавала ее и поправляла в позапрошлом году, ничего не изменила в рамках национально-исторических традиций. Следовательно, если у нас конституция прозападная, антинациональная, антиисторическая, и власть наша такая же. Не могут они в рамках одной политической системы идти в разные стороны. Поэтому отсюда и вывод какой. Следовательно, что остается в данном случае нашей власти? Нашей власти остается поддерживать конституцию. Конституция написалась при поддержке западных сил, и тем самым наша власть себя раскрывает. И партия, о чем сегодня было говорено, власти, Единая Россия тоже себя раскрывает, именно как прозападная. А следовательно, у нас что получается? Опять же, главный антипод этой партии, реальная оппозиция, это как раз Левопатриотический фронт, и КПРФ, о чем тоже сегодня говорили. Все очень просто. Третьего пути нет. Спасибо. Сергей Георгиевич, Орловская область, которую возглавляет коммунист Андрей Клычков, стала первым регионом, где объявили о полном отказе от QR-кодов. Закон о QR-кодах сейчас вроде бы пока затормозился, и в этом большая заслуга коммунистов. Это объективно, это и все эксперты отмечают. С другой стороны, я тут читал недавно статью в Коммерсанте, такое агентство Кросс, социологическое, говорит, что из страхов россиян на первом месте стали QR-коды, на втором месте вакцинация, на третьем, собственно, коронавирус. Это вообще поразительно. Вот на ваш взгляд, что будет происходить сейчас с законами о QR-кодах в парламенте, какие будут действия партии власти, и какой может быть наш ответ, ответ народа? Мы же понимаем, кто вот эту вот инициативу в Государственную Думу внес. Никак не Единая Россия, а это идет из администрации президента, правительство исполняет, является тем, кто инициативу законодательную в Государственную Думу внес, и они и представляли на сессии, и очень неубедительно представляли, и действительно, вы правы, именно наша фракция, по сути дела, разоблачила многие вещи, которые они пытались скрыть, ну, вплоть до того, что, рассчитывая, что мы не читали этот законопроект, когда это не о QR-кодах совсем, хотя это написано там в нескольких местах, и они увидели, что есть достаточно серьезное сопротивление, и что самое главное, есть выразители этого сопротивления, потому что, когда это сопротивление разлито в обществе, в народе, это пока еще не грозит им ничем. А когда они видят, что мы консолидированы, Компартия Российской Федерации, она выражает интересы абсолютного большинства людей, которые вот эти страхи испытывают, то, конечно, они приостановились. И рассчитывают на то, что Единая Россия сама примет решение в этой ситуации, значит, когда рассматривать в следующем чтении, во втором, это наивно, потому что не они принимали решение о самом законопроекте, и не они будут принимать решение, когда его рассматривать. И рассматривать ли вообще. Тут уже достаточно много есть желаний, говоря, что в этом году идет облегчение. Они же этим вирусом пользуются для того, чтобы и статистика точно такая же, прыгающая, для того, чтобы хоть как-то облегчить их ситуацию. Я понимаю, что им хочется дотянуть ситуацию с коронавирусом, со всеми этими напастями, страхами, как минимум до сентября этого года, до выборов, чтобы хотя бы еще вот в эти выборы еще как-то им попользоваться и запретить всем, кроме партии Единой России, все предвыборные мероприятия, как это было в прошлом году. Представители или кандидаты от Единой России никакими страхами и никакими ограничениями не были скованы. А все остальные, вплоть до того, что под копирку давали даже отрицательные ответы на заявки, даже автопробеги. Когда машина через несколько десятков метров идет одна от другой, нет, это тоже способствует коронавирусу. Одиночные пикеты запрещают. И одиночные пикеты, и все остальное. Поэтому они хотят максимум выжить из этой ситуации. И статистика будет такая, какая им нужна. Но я повторяю, что это не партия власти. Партия власти лишь оформляет в Государственной Думе то, что им дают команду. Это такая печать, штамп, которая принимает решение якобы демократично, а потом оформляется в виде закона. Кстати, то же самое было и в так называемой пенсионной реформе. Ведь не они были инициатором. Но они принимали решение большинством голосов и так далее. Когда им прикажут, чтобы они включили в повестку дня и проголосовали, мне пока неведомо. Сергей Станиславович, а что, на ваш взгляд, ждет средний российский гражданин от Государственной Думы, прежде всего от фракции КПРФ, вообще от левых сил? Мы видим, для нас совершенно очевидно, что реальный рейтинг левых сил резко возрос. Запросы к нам теперь предъявляются весьма высокие. И что нам надо делать, чтобы оправдать это доверие? Это очень актуальный вопрос, потому что как раз выборы в Государственную Думу, прошедшие в прошлом году, при всех квальсификациях, нарушениях, мы это много раз подчеркивали, показали один очень четкий результат, что главное, единственное, не буду говорить безальтернативно, но сегодня близко к этому. Потому что все остальное, что было представлено на выборах, это просто цирк, это профанация, это спойлеры. Никакой оппозиции это назвать невозможно. Да, еще есть так называемый непарламентский сегмент оппозиции, но он подвергается все последнее время сильнейшему давлению, сильнейшему прессингу. Поэтому, так или иначе, и по объективным причинам, и по субъективным, сегодня, по сути, единственная, вменяемая, адекватная, прогрессивная оппозиционная сила, это наша общая команда, КПРФ и все союзники, кто рядом, вот этот широкий левопатриотический народный фронт. Но вот эта поддержка, которая была оказана избирателям при всех квальсификациях, все равно это лучший результат, уверенное второе место. Понятно, что еще столько же украли, наверное. Хотя обещали нам третье, так словно. Да, да, были планы совсем другие. Мечтали. У Кремля, у администрации, президента, совсем, ну, мечты, по крайней мере, и надежды были совсем другие. Но это, конечно, и налагает особую ответственность. Мы уже, опять же, здесь не раз об этом говорили, потому что та программа, с которой шла наша команда, КПРФ, Государственную Думу, она как раз и отражает чаяние большинства населения. Это как раз то, нереализация этих пунктов привели к событиям в Казахстане, а до этого во многих других постсоветских республиках. Первопричина везде в низком социальном уровне развития, в бедности, в безысходности. А дальше уже накладывают всякие политические конъюнктурные вопросы. Внешние силы вмешиваются, внутренние, олигархи и так далее. Это всегда вот такая последовательность, как и было сто с лишним лет назад, в 1917 году. Первопричина была не в каких-то там кознях западных спецслужб, каких-то вот этих всех конспирологических версиях, а в том, что люди просто уже задыхались в этой вот безысходности. Поэтому, соответственно, так и произошло. А дальше возникает вопрос, какие политические силы готовы эту ситуацию вывести в нужное русло. Потому что, опять же, события в Казахстане очень серьезный урок преподносит. Очень серьезный. Надо делать из этого вывода и нам, и власть. Потому что, как показал Казахстан, если политическое поле зачищено, а там, в отличие от России, коммунистической партии давно уже нет дееспособной. Она была уничтожена, расколота. Одна часть запрещена, в буквальном смысле слова. Вторая часть полностью властью была перемолота и превратилась в непонятно какое-то приложение, как нынешние вот эти все спойлерские партии. И когда народ пошел на улицы, почему, кстати, такой всплеск вот этого насилия, мародерства и всего остального, беспредела, который мы, кстати, ни в коей мере не поддержим, всегда это подчеркиваю. Потому что и не было как раз той организующей силы на улице, которая могла бы... Убила субъект, с которой могла бы разговаривать в критической ситуации, защищая национальные интересы тем самым, в конечном счете. Совершенно верно. И поэтому начался хаос. Начался хаос, потому что если нет с кем разговаривать, если нет организующей силы, начинает доминировать самый-таки уже деструктивный элемент. Это просто закон толпы. Это закон улиц. Это не какая-то там конспирология. Просто криминал начинает включаться, который и вооружен, как правило, и подготовлен. И всякие мутные, совершенно мутные персонажи, политические там, общественные силы. И, конечно, внешние игроки начинают в этой ситуации всякие спецслужбы ловить рыбку в мутной воде. Поэтому вот он, один из важнейших выводов из этой истории, что, во-первых, нам самим надо чувствовать эту ответственность, укреплять команду, нашу коалицию, подтягивать всех, кто еще колеблется, и вести очень ясную, активную, четкую пропаганду среди населения и действиями подкреплять. И на улицах, где возможно, и в Государственной Думе люди этого ждут. Вообще, мне кажется, что сейчас партия власти, Единая Россия, чиновничий аппарат в нашей стране проходит очень серьезную проверку на практический патриотизм. Не теоретический патриотизм, не пропагандистский патриотизм, а практический. Если ты действительно не хочешь, чтобы твоя страна пошла в раздрызг, ты должен признать, что даже если тебя отодвинут когда-то от власти, страна имеет право на существование и без тебя, и без твоей политической силы под названием Единая Россия. И тогда ты не должен убивать альтернативу, которая способна будет, перехватив, да, перехватив у тебя власть в твоей стране, но защитить национальные интересы, защитить граждан твоей страны, защитить ее от раскола, от раздела, от фундаментализмов разного рода. И вот в этом случае ты не можешь идти по пути уничтожения или попыток уничтожения компартии, как твоей основной оппонирующей тебе силы. Ты должен, нажав себе на горло, быть способен к диалогу. Если ты не способен к диалогу, ты не с коммунистами борешься, ты с перспективами своей страны и с будущим борешься. Ты пытаешься лишить ее этого будущего. Да. А, Николай Васильевич, вот если заговорили про кредит доверия, но уже не к левой оппозиции, два года правительству Мишустина. Мишустин даже, ну, визуально на фоне Медведева, конечно, очень здорово выигрывал и многие люди возлагали на него надежды. Видим ситуацию совершенно обратную. Да, она, конечно, во многом объективная, нельзя все на Мишустина свалить, но тем не менее, у российской власти, как вам кажется, есть какой-то план действий или просто на все вопросы отвечать мировой кризис, коронавирус, а у нас все хорошо, а будет еще лучше? Да. Вы знаете, что касается плана действий, значит, я думаю, что, безусловно, во-первых, прежде всего, сказать, вы назвали две замечательные фамилии. Ну, по сути дела, ваш вопрос я расцениваю как продолжение предыдущего, вот, по поводу вот транзита и транзитивности власти. Потому что, как я уже сказал, если Медведев еще играл в патриотизм, да, вот, то, заметьте, Мишустин человек, который с 92-го года тесно связан с западными, так сказать, корпорациями. А, так сказать, с 96-го он просто, не просто был связан, он просто вошел в них и там остался. Особенно то, что касается вот газовой, так сказать, отрасли, да. И дальше, значит, с 98-го года его и двигали, так сказать, в подачу Запада, как абсолютно своего западного человека. Поэтому, так сказать, вот то, о чем уже было сегодня сказано, говоря о том, что, да, так сказать, надо, по сути дела, патриотизм-то доказывать практикой, процессуальной составляющей политики, а не теоретической, вот, когда это только на лозунгах. Вот, я думаю, что здесь вот это, так сказать, к сожалению, практики и не будет. И в этой связи, я думаю, сейчас у нашего правительства две задачи. Одна уже практически была озвучена. Это, прежде всего, подавление, борьба с левопатриотическим фронтом, вот, который, в общем-то, является реальной живой оппозицией действующей. А вторая – это налаживание дальнейшего укрепления связи с Западом. Причем именно на подчиненных началах. Потому что, если вот, не дай бог, да, накал народных страстей возрастет против этой власти, за эту власть никто умирать не пойдет. – Да, дело ДКБ на помощь не придет. – Да, поэтому единственная, так сказать, сила, которая может встать на защиту этой власти в случае обострения этого конфликта, будет, естественно, те, кто ее и продюсировал, начиная с Горбачева. Поэтому ей, естественно, для того, чтобы удержаться, надо, так сказать, идти, жертвуя национальными государственными, народными интересами, на сближение любой форме, так сказать, с теми, кто их продюсировал. Спасибо. – Сергей Георгиевич, ну, у вас огромный опыт не только парламентской работы, но и практической, в частности, на губернаторской должности. Отсюда совершенно очевидный вопрос. И что бы вы могли посоветовать сегодняшней власти, что делать в этой обстановке? – Делать выводы из всего того, что происходило за последние годы и даже десятилетия. Они, собственно, на поверхности. Вот мы начали с вами сегодняшнюю передачу, говоря, что мы в такой ситуации очень напряженной международной, ну и очень напряженной внутри страны. Я что-то не припомню, честно говоря, чтобы у нас была не напряженная ситуация. Даже я уж не говорю за, скажем, десятилетия, там и Грузия, и Сирия, и, значит, Украина, с которой мы уже столько времени боремся. Значит, даже за последние два года. А что, в Белоруссии было слабо? А что, Азербайджано-армянский конфликт был слабый? Тоже на границах России. То есть, мы с вами все время, к сожалению, констатируем о том, что ситуация, значит, вокруг страны очень сложная и конфликтная. И почему-то каждый раз называем только действующую, сегодняшнюю ситуацию, которая вот 22-го года, она все время такая. И поэтому то, что мы, к сожалению, во-первых, пропускаем ситуацию международную на границах с Российской Федерацией и никак в этом не участвуем и не помогаем, значит, скажем так, конструктивным силам в тех странах, которые, значит, стремятся к тому, чтобы изменить, вот, это мы упустили это все. Американцы хозяйничают. Так же, как они хозяйничают на Украине, так же они хозяйничают и в Казахстане. А мы здесь на границах сидим и ждем, когда что-нибудь вспыхнет. Это просто удивительно, исходя из того, что, так сказать, все время пропагандируем о том, что мы занимаемся международной повесткой и так далее. И мы настолько занимаемся международной повесткой, что нам не до внутреннероссийских проблем. Вот. Значит, это первое. Но вывод это нужно делать, они же ведь уже накопились и не только вот вспыхнуло в Казахстане. Давайте будем смотреть там то же самое и по газу, и по децильному коэффициенту, по вот этим всем, значит, бедности населения казахского и так далее. И по ситуации с российскими, там, так сказать, с русскими. Она же ведь тоже непростая, да. И она началась не вчера и не со второго января. Она давно... Сколько русских уехало оттуда? Уехали специалисты, которые приезжали туда помогать, значит, в рамках Советского Союза создавать промышленность. И потом эти все люди... Там, извините, дети у них родились. Это уже их территория. Да. И они вынуждены были очень много их людей уехать. А это тоже дестабилизирующая ситуация. Вот. Когда ты рассчитываешь там только на своих родных и близких, как сегодня происходит в Российской Федерации. Поэтому, если делать выводы, их должно было... Должны были сделать уже давно. И не только в связи с тем, что сегодня Казахстан. Это из-за Украины, это из-за всех остальных мест, где возникли вот это вот горячие дела. Мы с Донецком и Луганском не можем разобраться столько лет. Ну, не движемся ни туда, ни сюда. Восемь лет практически. И люди, которые там живут, которые рассчитывают на нашу помощь, они уже, ну, честно говоря, потеряли уже все надежды. Столько лет люди гибнут, значит, так сказать, Украина их за людей не считает. Все время стреляет по своему собственному народу, как говорится. Если уж считать, что это часть Украины и народ это украинский. Чего ж ты по ним стреляешь-то? Вот. Из американского, так сказать, оружия. Поэтому, что можно посоветовать? Можно посоветовать то, чтобы они поняли, что это коснется и их. И они из этого должны сделать выводы. Но самое-то главное, что даже здесь жестко, четко, цинично просматривается классовый интерес. Ведь кто на постсоветском пространстве выступал с позиций интернационалистических, а значит, с позиций сближения и дружбы с Россией? Не в силу российского великодержавного шовинизма, а в силу своей интернационалистической природы. Коммунистические партии. Но где в России люди, которые отвечают за это направление, за украинское, всегда искали какую-нибудь там пророссийскую силу. Может быть, социалисты Мороза станут пророссийской силой. А может, социалисты Витренко станут пророссийской силой. В то время, как была мощная фракция у Компартии Украины во главе с Симоненко в Верховной Раде. Но они же коммунисты, значит, с ними нельзя сотрудничать. А это была единственная крупная политическая сила Украины, которая была готова и начинала инициировать референдум о вступлении Украины в таможенный союз. Но почему-то наши представители партии власти все время этого не замечали. Так же, как они не замечали запрет Компартии в Казахстане. Они этого не замечали. Ну, у вас же есть каналы взаимодействия? Официальные, неофициальные. Ну, правильно сейчас Примаков Евгения заявляет в очередной раз, что не должно быть откровенной русофоба во главе целых министерств в Казахстане. А почему нельзя было делать заявление по поводу того, что нельзя коммунистов запрещать? Что-то антидемократическое, антидемократический шаг и так далее. Поэтому вот эта тупая позиция соглашаться с тем, что коммунистов уничтожают в ближнем зарубежье, где бы то ни было, это вообще-то и антироссийская позиция тоже. И вот опять получается, что антикоммунизм, антисоветизм смыкается с антинациональной линией. Да, наносит прямой ущерб интересам нашей страны. И еще, Дмитрий Георгиевич, все-таки последний вопрос. Вот мы видим, что произошло в Казахстане и как сейчас реагирует правительство Казахстана. Оно во многом реагирует вынужденно. Оно там снизило цену на газ, оно сейчас создало специальный фонд, куда будут вытрясать деньги за легар. Президент даже сказал, что это все результат несправедливости, которая существовала в Казахстане. Да, то есть отчасти они будут выполнять левую повестку. Как вам кажется, наши власти каким-то образом это воспримут? Будут ли более сговорчивы по отношению к нашим инициативам? Или будут продолжать, продолжать нагнетать вот это давление? Ну, мы это уже обсуждали сегодня. Остается лишь в качестве резюме сказать, что политика – живой процесс, в каждой конкретной ситуации определяется, как ему себя вести, и выбор у нынешней кремлевской власти, он такой. Либо позаботиться в конечном счете о самосохранении, вспомнить о судьбе Каддафи, Хусейна и остальных, понимая, что всякие игры с глобальным капиталом и попытки пойти к нему в услужении закончатся все равно одним и тем же. Будешь ты хорошим для глобального капитала или плохим, но когда на дворе крупный мировой экономический капиталистический кризис, империализм будет выходить за счет каких-то жертв. И Россия уже в качестве одной из возможных жертв, намечена за счет которой этот кризис будет преодолеваться. Так же, как за счет разрушения Советского Союза в свое время, Запад избежал очень серьезных потрясений внутри себя. Капиталистический, империалистический Запад. Поэтому Россия в качестве жертвы уже уготована. И как непосредственно будет вести себя российский президент, будет готовен выступать с Мюнхенской речью или не будет готовен выступать с Мюнхенской речью. А в качестве жертвы Россия уже намечена. Поэтому либо ты это осознаешь и начинаешь заниматься по-настоящему национальными интересами, а значит и социализацией жизни, и тем самым обеспечиваешь реализацию инстинкта самосохранения, если хотите. Или твой классовый интерес, классовый интерес твоего окружения погубит все дело, погубит тебя, погубит страду, погубит перспективы этой страны любые. Вот какой выбор сегодня стоит в реальной жизни перед Россией. А темы интересна жизнь, что в ней всегда есть место выбору. Пусть думают и выбирают. Мы свой выбор давно сделали. Мы будем идти своим путем, в том числе и отстаивая свои интересы вне парламента, в парламенте. Вот только что 17 числа мы провели заседание президиума Центрального комитета и наметили четкую последовательную программу законотворческих инициатив с тем, чтобы честно, как всегда мы это делаем, честно выполнять те обязательства, которые брали перед избирателями во время избирательной кампании. Ну что ж, пожелаем в ходе весенней сессии нашим депутатам, депутатам от КПРФ, держать удар, что, как показывает опыт, они блестяще умеют делать не только в переносном смысле, но и в самом прямом. А с вами была программа «Точка зрения», я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok